МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. С января вновь повысит акцизы на топливо, что планируют предпринять власти, чтобы спасти кошелек потребителей. 1 сентября открывается барнаульский дендрарий. Может ли он в перспективе стать местом притяжения туристов? Информатика не по стандартам. Как лучше учитель Алтая готовится к новому учебному году? Итак, цены на бензин и дизельное топливо не должны вырасти. С 1 января следующего года, когда акцизы на них повысят, кошелек потребители будут спасать с помощью специального инструмента, рассказал в Барнауле министр энергетики Александр Новак. Несмотря на рост акцизов относительно базы, которая в этом году существует, у нас предусмотрен в рамках законодательства, которое было принято летом этого года о так называемом налоговом маневре, демпфирующий механизм, который позволит снижать стоимость входящего сырья на нефтеперерабатывающие заводы, так называемые обратные акцизы. И это и есть тот инструмент, который позволит контролировать и сдерживать необоснованный рост цен. С начала 2019 года акцизы на бензин вырастут на 3700 рублей, на дизельное топливо на 2700. В связи с этим автомобилисты опасались роста цен на бензин. Однако, по словам чиновников, это никак не отразится на конечной стоимости продукта. Напомним, с начала года цены в России повышались несколько раз. В июне скачок стоимости литра бензина и дизельного топлива на Алтае составил в среднем 50 копеек. В Ребрихе ввели в эксплуатацию новую скважину. Напомним, на протяжении 30 лет местные жители набрать воду для личных нужд могли в основном по ночам, а пару месяцев назад она и вовсе исчезла. Насос на единственной скважине не выдержал нагрузки. В итоге половина села была обезвожена целую неделю. Позадели водный голод, расскажет Валентина Аскерова. Одныне вода не исключение исправила привычное дело. Местные жители уже забыли, как круглосуточно запасались водой и отправляли малышей в детский сад с пятилитровыми бутылками. Теперь, благодаря новой скважине, уже неделю приготовить еду, постирать и полить огород можно днём, а не в сумерках. Да и напор воды просто отличный, радуются сельчане. Теперь вся решена проблема. Сейчас уже не будет хватать воды. А сейчас уже, мне кажется, вот так воды. Хоть пей, хоть запейся. Рады, конечно, неужели? Не рады. Рады. Я говорю, или час поливать, или три часа. Есть разница. Новая скважина появилась за счёт краевой программы капитального ремонта алтайских скважин. Её стоимость свыше двух миллионов рублей. По словам представителей Минстройтранса, объект прослужит больше полувека. По крайней мере, такую гарантию дал подрядчик. Но не в этом уникальность скважины добавляют чиновники. А в том, что он оснащён особым прибором, который обеспечивает бесперебойную подачу воды напрямую в дома жителей. Вода с водозаборной площадки подаётся напрямую в сеть без каких-то дополнительных сооружений, башни, накопителей. Позволяет обеспечить частотно регулируемый электроприемат необходимые параметры подачи воды напрямую в сеть. Правда, эта сеть обеспечивает лишь половину жителей села. Остальных тянет вторая, которая тоже нуждается в капитальном ремонте, отмечают представители местной власти. Хотелось бы, чтобы программа работала дальше. Система водоснабжения изношена. Вода скважины пробурены 70-80-е годы прошлого столетия. Соответственно, ресурс скважины эксплуатационный 10 лет. Соответственно, сами понимаете, они практически все выработали свой ресурс. Представители Минстройтранса Алтайского края заверили, что работы по капитальному ремонту скважин продолжатся и дальше. В прошлом году было пробурено и отремонтировано 100 объектов в разных муниципалитетах края. В этом планируется 60. Правда, в эксплуатацию введены пока только 13. К слову, на ремонт выделено 115 миллионов рублей краевых средств. Валентина Аскерова, Николай Шилко. Наши новости. На Алтае начали сбор сахарной свеклы. В нашем регионе ее выращивают всего в четырех районах. Калманском, Ребрехинском, Топчехинском и Павловском. В последней территории собирать корнеплод начали в конце прошлой недели и уже прогнозируют урожайность в этом сезоне ниже обычной. Отсутствие дождей в это время, практически 40 дней не было дождя. Конечно же, это тоже сыграло свою роль. На сегодняшний день, естественно, мы не добираем по урожайности, а нам нужна урожайность. Нам нужен... И второй момент, это ранняя копка, естественно, по сахаристости ниже. Сейчас специалисты фиксируют средний вес корня в 400 с небольшим граммов. Недостаток сахара определяют уже на стадии переработки. По словам директора предприятия, в этом году сошлось сразу несколько неблагоприятных факторов. Посеяли свеклу на две недели позже. Летом было не так много дождей. А еще и сдавать ее необходимо уже сейчас. Такие условия поставили вели Павловскому хозяйству предприятия по переработке сахарной свеклы. До сентября производитель должен поставлять по 300 тонн клубней в день, позже по 500. Тем не менее, о недоборе урожая можно будет говорить лишь в конце уборочного сезона. Мэрия Бурнаула подтвердила информацию о том, что в день рождения города 9 сентября в магазинах будут продавать алкоголь. Напомним, в предыдущие годы действовало ограничение. Особенно это касалось магазинов, которые находятся в центре массовых гуляний. Елена Кузовкина продолжит. Как нам пояснили в администрации Бурнаула, в этом году праздничная программа заметно сокращена. Торжества начнутся после 7 вечера, а уже в 21.00 торговлю спиртным и так прекратят. Мэрии посчитали, что нет смысла вводить запрет на весь день. Однако подчеркнули, что употреблять алкоголь по-прежнему нельзя на улицах, сидя на лавочках и в общественном транспорте. Мы же решили узнать, что думают о нововведении простые жители. Я против того, что мэрия разрешила продавать алкоголь в день города, потому что будет много пьяных и мусор все равно будет. Я вообще не интересуюсь алкоголем, не пью и никому не советую. Есть очень много других замечательных развлечений. Ну, кому надо вообще-то найдет, но в массовых пребывания людей это точно будет пьянками. И драки, и все остальное. То есть вы считаете, что нужно ограничить продаж? Конечно, конечно. Неоднозначно отношусь к этому, потому что по-любому какие-нибудь люди постараются выпить, перебрать и огорчить других людей с праздником. Так что я против этого. Молодежь любит отмечать такие подобные праздники именно под соответствующим градусом. Но это отрицательно. Это плохо. Нужно запрещать все-таки. И не только на праздники. Официального комментария чиновников мы сегодня так и не получили. К слову, еще накануне некоторые средства массовой информации сообщали, что продавать алкоголь в День города вновь не будут, ссылаясь на официальное постановление администрации о подготовке к празднованию. Однако уже к вечеру журналисты заголовки поменяли. Добавим, что в крупных городах страны, например, в Москве, Новосибирске или Чете, по праздникам алкоголь никогда не продают. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Открывают в порядке исключения. Барнаульский дендрарий распахнет свои двери для посетителей уже 1 сентября. Напомним, от ураганного ветра в июне пострадали около 300 ценных деревьев. Почти два месяца сотрудники парка и волонтеры расчищали территорию. Когда дендропарк восстановят полностью и сможет ли он в перспективе стать местом притяжения туристов, выясняла Валентина Аскерова. Вот так выглядел дендрарий в конце июня. Ураган с корнями врывал сотни редких растений и разбросал по всей территории. Пострадало почти 300 зелёных насаждений. Это порядка 30% от общего числа. По словам директора, восстанавливают объект исключительно за счёт собственных средств. Дендрарий финансирует Федеральный научный центр агробиотехнологий. Сумма ущерба от урагана – порядка 10 миллионов рублей. На все работы выделено всего около 100 тысяч. Если бы не помощь спасателей, волонтёров, место отдыха горожан открыли бы для посетителей не раньше, чем через год. Мы вот всё это выносили в веточки. Ну, естественно, сами сотрудники института каждую неделю на субботники выходят по 10 машин за один раз, грузовых. Ну, ребята там, студенты приходят, тоже выносят. Нет какого-то такого бюджета миллионного на это, на всё. Всё на общественных практически началах. Правда, осенью открывается только основная часть дендрария – верхняя, которая меньше всего пострадала. Нижнюю, где находится несколько прудов и уникальные растения, только предстоит расчистить. Долгожданное открытие дендрария состоится уже в эту субботу, 1 сентября. Посещать его и наслаждаться всем великолепием осени можно будет до середины октября. Потом дендропарк закроют и продолжат все восстановительные работы. Завершить расчистку территории полностью планируется весной следующего года. Но это далеко не всё. Сотрудникам дендрария предстоит восстановить и флору. Говорят, много средств для этого не требуется. Семена возьмут бесплатно у коллег из других российских регионов. Главный вопрос – время. Мы просто можем заказать из ботанического сада семена. Нам пришлёт эти семена, мы посеем. Ну, допустим, сосна банкса. Мы их посеем. И нужно ждать много лет, чтобы её можно было бы высадить. Я думаю, что 10 лет надо для того, чтобы мы ей уже любовались. Чтобы она выросла уже, да? Да, чтобы она была уже в человеческий рост. А чтобы вырасти до прежних размеров, необходимо порядка 50 лет добавляют дендрарии. Кстати, руководство парка планирует не только восстанавливать, но и сеять новые виды растений, чтобы флора становилась всё более разнообразной. Ведь дендрарий для научных сотрудников прежде всего лаборатория под открытым небом. А для жителей края он всегда был местом особой гордости. Именно сюда барнаульцы приводили гостей из других регионов. Но чтобы сделать дендропарк местом притяжения туристов, необходимы серьёзные вложения, которых у института нет. Да, можно сервис загнать очень приличный, обеспечить там и зоны отдыха, и зоны питания, и другие виды развлечений. Но мы не планируем этих вещей. Вообще, в принципе, у них денег мало. И это же очень трудоёмкая работа. С живыми организмами очень трудоёмкая. Так же, как зоопарки, вот ботанические сады. Это очень трудоёмко. Они же не могут ждать, когда появятся деньги. Да, инфраструктуру непосредственно. Естественно, дендрария. Он не может. Нет, мне кажется, это нереально. Финансирования сейчас не хватает даже на восстановление, не говоря уже о дополнительном благоустройстве дендрария. После урагана руководство парка отмечало, что зелёная зона сможет стать прежней не ранее, чем через 10-15 лет. Так что сентябрьское частичное открытие дендрария – это шаг навстречу любителям прогулок на природе. И многие ждут открытия с нетерпением. Для Алтайского края, для нашего города этот парк значим. И он действительно представляет собой большое наследие. Потому что редко, где встретишь столько зелени, столько красоты. Очень бы хотелось, чтобы вся эта романтика возобновилась. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Компьютерные игры, как подготовка к новому учебному году. Такой формат выбирает для себя преподаватель информатики Барнаульской школы Иван Гребенкин. Его учеников, а также их родителей подобное новаторство уже не удивляет. Мужчина признан в крае лучшим учителем этого года. А заниматься по его программе ходит не только в школу, но и в кванториум. За подготовкой педагога к первому сентября наблюдала наша съемочная группа. Катя уже начала делать свой мир. Вы не ослышались. Ученики создают свой мир. Так учитель не по стандартам Иван Гребенкин называет нестандартный материал обучения. Это макет земли, ее нужно обжить. Что нужно сделать? Правой кнопкой земля будет подниматься. Ландшафт и население участка ученик выбирает сам. Детям, кажется, играют, на деле уже моделируют. Готовая вселенная прежде всего набор объектов. Гребки, собаки, человечки со своими функциями. У детей постарше уровень сложнее. Объекты родителей и дочерние объекты с тем же набором свойств. А это уже алгоритмы и написание команд. Например, байк. Что этот байк будет делать? Допустим, передвигаться путем нажатия на кнопки курсора. Путем графического программирования а-ля Lego, Tetris, перетаскивая нужные команды в нужные места, создают некоторые программы. Эти программы могут быть достаточно сложными. Эта игра напоминает Майнкрафт. Я поняла, как там создаются миры. Если приблизиться, посмотрите, здесь же видны те самые кубики, как и в Майнкрафте. В гимназии у Ивана больше тысячи учеников. И еще десятки в детском технопарке. Метод учителя называют креативным. Сам же педагог ничего новаторского в нем не видит. Говорит, просто старался заинтересовать детей. В школе играм отдано полгода. Затем ученики идут глубже в классическую информатику. На страхе родителей Иван отвечает, дети не заиграются. Такая кухня игр для многих, как прививка. Например, я, когда я начал создавать компьютерные игры, потом мне когда-то стало просто неинтересно, и мне захотелось заниматься чем-то серьезным. И дальше там поступил на программиста, например. Также и ребята, например, выпускники, с которыми мы создавали игры, они в этом году поступили на фундаментальную информатика и информационную технологию. По словам Ивана, такой метод учит детей как минимум критично воспринимать виртуальную реальность. А максимум для своего креативного подхода к обучению учитель еще не определил. Но на играх точно не остановится. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Суперволевую победу одержал барнаульский коммунальщик в игре против метростроя из Санкт-Петербурга. Проигрывая по ходу поединга дважды, девушкам удалось сначала догнать соперниц, а затем и вовсе выйти вперед. В итоге 4-3 в пользу команды Владимира Кобзева. О других не менее важных спортивных новостях прямо сейчас Станислав Сергеев. Станислав, только что барнаульская «Динамо» вступила в игру в Омске. Какой там расклад? Рассказывайте. Рассказываю, Евгения. Итак, «Сине-белые» прямо сейчас, как вы и сказали, гостят в Омске. Иртыш – лидер чемпионата. Так что легкой прогулки для барнаульцев уж точно не будет. «Динамо» в этом сезоне явно лихорадит. Неплохие матчи чередуют с весьма посредственными. Как результат, добро пожаловать на четвертую строчку в таблице. В случае сегодняшнего поражения, команда Сергея Шишкина так и вовсе рискует завязнуть на последних местах. Другое дело выступления в Кубке страны. Вот тут-то вообще нет вопросов. Все мы знаем, что впервые почти за 30 лет «Динамо» сделала подарок поклонникам в виде визитов в барнаул-клуба из премьер-лиги. Волею жребия на Алтай едет команда из Оренбурга. Болельщики замерли в ожидании. Зато точно не приедут в краевую столицу хоккейная дружина из Красноярска. Гостевая сторона уведомила об отмене ранее запланированных поединков в связи с изменением графика тренировочного процесса. Вот такая сухая информация опубликована на официальном сайте хоккейного Алтая. Ранее на 1 и 2 сентября барнаулцы запланировали зарубиться в контрольных игр с красноярскими рысями. Видимо, не судьба. Наверняка товарищеский отыграет другой клуб Алтай Баскет. Сейчас команда вернулась со сборов из Благовещенки, где чуть ли не все летло занималось подготовкой к сезону. Как подготовились баскетовцы узнаем, конечно же, по ходу чемпионата. Предварительно глянем завтра. В домашних стенах красно-синие встретятся с гостями из Новосибирска. Теперь смотрите. Начало разминки запланировано на 17 часов ровно. Правда, возможны изменения. Гости, говорят в пресс-службе клуба, могут задержаться в пути. Просьба к болельщикам не расходиться. Для Алтай Баскета это будет первый поединок в новом сезоне. Вот и посмотрим. На этом у меня все. Эти 200 большие минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. Друзья мои, делайте невозможное и получите максимум. Все остальное сделают другие. Студия, вам слово. Спасибо, Станислав. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Черникофорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникофорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На большей территории края ясно. В Бийске, Славгороде и Белокурихе 20 выше 0, 21 в Рубцовске. В Барнауле переменная облачность, ветер северный умеренный. В ночное время до 11, днем 21 со знаком «плюс». Напомню, телефон в Барнауле 722-440. Звоните к нам в редакцию. У меня на этом все новости. До встречи.